Институт педагогики и психологии Брянского государственного университета имени Академика Петровского превратился в фабрику пиара и рекламы. Здесь проходит студенческий фестиваль «Пиар-стиль», который, кстати, уже обрел международный статус в шестой раз принимать студентов и молодых специалистов. Олеся Голикова о рекламе и пиаре. Каждый год собирается шум на фестиваль пиара и дружбы летим, на пиар-стиль летим. Главное в Брянске пиар-событие – это ежегодный студенческий фестиваль, на который наряду с российскими студентами приехали ребята из Белоруссии. Площадкой для проведения стал Брянский университет имени Академика Петровского. Мы считаем, что этот фестиваль рекламы и пиар-технологии способствуют формированию многих компетенций современного профессионала. Это и социокультурные компетенции, это социальная ответственность, это умение жить в поликультурном обществе, это и компетенции информационные. После торжественной церемонии открытия представили участников, которые предоставили свои работы на фестиваль. Пиар и реклама, безусловно, требуют в профессии творчества, и некоторые ребята, например, студенты из Воронежа, очень креативно подошли даже к выбору командной одежды, чем заметно выделились. В рамках фестиваля ребята представили свои работы на несколько конкурсов. Это рекламное видео «Лучший город земли», коммерческий и социальный рекламный плакат «Мой пиар-стиль». В каждом конкурсе несколько номинаций, что значительно увеличивает шансы на победу у каждого. Одна из важных задач БГУ – повышение культурного уровня студентов, тем более, что этот фестиваль проходит в год культуры. В том году не получилось участвовать, потому что я не знала, я посмотрела, как это все происходит, и в этом году решила попробовать свою силу. Я подавала семь фотографий из серии «Головка по Европам», то есть я представляла фотографии из Франции, Амстердама, и серии подала эти работы. Своей основной работой я буду представлять пиар-компанию, продвижение киноклуба «Иллюзион». То есть это будет что-то новое в киносфере, так как этот год фестиваля у нас обозначен годом культуры, поэтому мой проект будет символично посвящен именно какой-то из сфер культуры. Идея, которую я унашивал с первого курса и окончательно смог проработать к третьему курсу. Я надеюсь, что победа будет. Основные цели фестиваля – научить молодых и активных людей уметь построить успешную карьеру в сферах журналистики, рекламы, связи с общественностью, дизайне, психологии, социологии и масс-медиа. Такие фестивали объединяют молодежь, что отрадно, что в Брянске проводится этот фестиваль, и к нам приезжают из других регионов. Это международные фестивали. Вообще вот такие фестивали – это все-таки здоровая альтернатива ночным клубам, и это же все-таки рассадники нечисти. А это замечательное мероприятие, которое объединяет молодежь в нужном, правильном, хорошем русле. Реклама и пиар – это сегодня наиболее актуально, поэтому очень приятно, что ребята выбрали нужное направление, и они не просто учатся, а они все-таки уже начинают работать, они начинают мыслить, как работать в будущем. Ведущие специалисты делятся собственным опытом на мастер-классах. Юрий Лобунов с 90-х работает в журналистике. Сейчас он возглавляет информационный сайт «Город-32». На своем мастер-классе он рассказал некоторые хитрости, которые помогут в работе начинающим специалистам. Студенты с большим интересом прослушали теорию, где лектор отметил, что ошибки пиарщиков могут им очень дорого стоить. Также он привел несколько примеров из собственной жизни, чем вызвал у аудитории живой смех и овации. Не менее интересный мастер-класс по искусству черно-белой фотографии провел Сергей Демьянков. Фотограф рассказал об истории фотографий, об отличиях цифровых и пленочных фотоаппаратов и даже наглядно показал раритетные модели. Большой интерес вызвали собственные работы, которые он демонстрировал на мастер-классе. Может быть, вполне. А вы знаете, искусство – это такая вещь, что каждый видит ровно настолько, насколько он готов. Программа мероприятия рассчитана на два дня и весьма насыщена. В первый день фестиваля прошло еще несколько мастер-классов, презентации работ и защита рекламных и пиар-проектов.